Под заголовок. Зрелость политического руководства. Партийные деятели окажутся неподготовленными к ведению войны хотя бы уже потому, что они практически впервые столкнулись с необходимостью решать военные вопросы. Из всех них только Бен-Гурион позаботился приобрести хоть какую-то сумму военных знаний, остальные ограничивались интуицией и теоретическими догмами своих партийных идеологий. Приведем интересный пример, относящийся к борьбе за ключевую позицию Иерусалимского шоссе – район Латруна. Проблема была в том, что там не было еврейских поселений и контролировать Латрун можно было только специальным военным гарнизоном, что создавало идеологическую проблему «милитаризма». Бен-Гурион предложил захватить Латрун силой и разместить там военный гарнизон – 3-й батальон. С точки зрения официальной идеологии, это означало бы «завоевание родины». Поэтому Аарон Цизлинг, министр сельского хозяйства в неформальном правительстве, был против. Тогда Бен-Гурион предложил компромиссный вариант – создать временные сельскохозяйственные поселения. Правда, поселенцами будут там солдаты, но это все же будет выглядеть как «завоевание трудом, а не винтовкой». Несколько таких «динозавров» действительно создали в ходе войны. Теперь начинается самое интересное. Бен-Гурион сказал следующее. «Я за то, чтобы создать поселение. Будем выращивать там овощи. Потом, когда наступит мир, вернем арабам землю с овощами. Пока что ребята будут выращивать овощи, строить укрепления и сидеть в них. Когда все успокоится и будет общее урегулирование, мы вернем, но пока что мы не сдвинемся с этого места». Из протокола заседаний народного правления. Не кажутся ли вам знакомыми эти соображения? Также рассуждали после победы 67-го года. «Вернем с овощами, потому что взятое оружием не наше. Нам не пристало брать родину оружием». Поразительно полное военное невежество оппонентов Бен-Гуриона. Их можно было успокоить идеей «выращивать овощи» в кавычках от атаки до атаки. Но ведь именно так готовился к войне Пальмах. Это, разумеется, не наивность и не глупость. Это полное отсутствие военного интеллекта. Что касается военных знаний и военной интуиции самого Бен-Гуриона, то мы вновь обратимся к документам. 24 мая истекла первая неделя интенсивных боев с регулярными арабскими армиями. Цахал получил первые партии оружия и Бен-Гурион сформулировал для себя новый стратегический план. Цитата. «Я предложил, чтобы, получив оружие с кораблей, мы немедленно перешли в наступление с целью раздавить Ливан, Трансарданию и Сирию. В Негеве мы должны удержать оборону. План на эту неделю – освободить Иерусалим и захватить его окрестности. Бой за Иерусалим является центром кампании с морально-политической точки зрения, а в значительной мере – и с точки зрения военной. Мы должны организовать ряд новых бригад и усилить старые. С получением орудий следует немедленно разрушить Лот и Рамлу. Бригада Ифтах должна пройти через Жанин в направлении долины Иордана. Бригада Маклефа должна получить подкрепление. Ее задачей будет захват Южного Ливана с помощью бомбардировки городов Цур, Сидон и Бейрут. Бейрут мы обстреляем из моря. И Галь-Алон, то есть Пальмах, должен обрушиться на Сирию с востока и с севера. Наши самолеты должны разбомбить и разрушить Оман. Слабым звеном арабской коалиции является Ливан. Мусульманская гегемония там искусственна, и ее надо будет подорвать. Нужно создать христианское государство, южной границей которого будет река Литани. Мы заключим с ними союз. Мы разгромим легион и разоружим Омон, и тогда уничтожим Иорданию. Сирия падет. Если Египет еще осмелится сопротивляться, мы разбомбим порт Саид, Александрию и Каир. Так мы закончим войну и сведем исторические счеты с Египтом, Ассирией и Арамом. Сирией. Конец цитаты. Этот отрывок напоминает известную главу из Гаргантюа, и реализация планов тоже сходна. В последующие дни три бригады Цахала предприняли три наступления, и все три кончили с провалом. Сноска. В стратегическом плане был достигнут немалый успех, поскольку эти удары существенно ослабили и напугали арабские армии. Ситуация была сходна с брусиловским прорывом и с итальянскими наступлениями на реке Изонцо. Цена таких успехов обычно очень велика. Конец сноски. Но мы говорим даже не об этих тактических неудачах. Артиллерия, прибывшая на кораблях, состояла из шести пушек калибра 65 мм. Уже две недели арабы обстреливали Иерусалим из 75-мм орудий, и разрушения были ничтожны. И теория, и опыт должны были бы показать Бен-Гуриону, что его жалкая артиллерия не сможет разрушить Рамлу и Лот. Не менее фантастичны были и проекты разрушить с воздуха Аман, Порт Саид и так далее. ВВС Цахала состояла в тот момент из все тех же легких самолетов. К ним прибавилось четыре мессершмита М109, истребители, из которых в первой же акции два вышли из строя. Пальмах по плану в кавычках Бен-Гуриона должен был совершить глубокий обходной маневр через два мощных горных хребта и атаковать Дамаск с тыла. Это тот самый Пальмах, который лишь с трудом выдержал бои апреля-мая, и который весь до последнего солдата был занят в текущих боях. Короче говоря, весь этот план отнюдь не делает чести военным знаниям Бен-Гуриона. Все это можно было предвидеть заранее. Политическое руководство должно было загодя и систематически готовиться к войне. Его вина перед еврейским народом и перед еврейской историей состоит прежде всего в том, что оно отложило все на последний момент, надеясь на догмы и импровизации. Что касается Бен-Гуриона, то он особо виноват в создании абсолютно неэффективной структуры руководства войной, а также в том, что не позаботился создать коллективное руководство, способное действовать не на бумаге, а на деле. Вместо этого он всеми силами пытался сосредоточить все нити в своих руках, отчасти из-за недоверия к способностям своих коллег, а отчасти от стремления к диктатуре. В исторической фигуре Бен-Гуриона политика перемешаны положительные и отрицательные черты. Главная беда Бен-Гуриона состоит в том, что его последователи, правильнее было бы сказать эпигоны, усвоили преимущественно отрицательные стороны этого наследия. Это глубоко не случайно. Всю свою жизнь Бен-Гурион следовал главному догмату. В любом случае и любой ценой власть должна остаться в руках социалистических партий. Ради исполнения этой догмы тщательно скрывались все ошибки, и «молодая смена» в кавычках сознательно воспитывалась на неверной информации и в строгих идеологических рамках. В качестве примера приведем рассказ Хайма Гури. Смотри, глава 12, примечание 7. Он спросил Бен-Гуриона, почему в 49 году Цахал не взял Хеврон, Восточный Иерусалим и так далее. По его словам, Бен-Гурион ответил, что он хотел «избежать новых дирьясинов» в кавычках. Другими словами, причиной были гуманистические соображения. Но это не было правдой. В действительности Бен-Гурион полагал, что в 49 году война до конца исчерпала ресурсы молодого государства, и что армия и народ устали от войны. Мы не будем обсуждать здесь, был ли прав Бен-Гурион. Эта правда не соответствовала мифу, который хотел создать Бен-Гурион, и он предпочел солгать. Этот пример отнюдь не единичен. Бен-Гурион основал не только государство. Он основал культуру мифа, которая стала определяющей в политической системе этого государства. Этим он положил начало его деградации. В 90-х годах этот процесс приведет созданное им государство на грань катастрофы.